Подъем по команде, строевая подготовка и марш броски государственной границы для этих парней остались в прошлом. Хотя за полтора года службы в рядах Мозырского пограничного отряда, вчерашние мальчишки успели возмужать и теперь действительно носят гордое звание защитник своей родины. Служба дала очень многое. Понять смысл жизни, оценить все свои возможности, набраться какого-то опыта. И я скажу, что это род войск, которые отличаются от других тем, что не каждому дано ходить по краю государства. И поэтому желаю всем, кто решил поступать, кто призывается в органы кризис службы, не бояться этого, потому что много позитивных моментов и много всего дает. Привычным глазу зеленую форму военнослужащего всего через пару дней Игорь и еще 60 его товарищей сменят на гражданскую одежду. В армии каждый из них отслужил полтора года и сегодня попрощались с боевым знаменем подразделения и своими товарищами. Часть из них погранотряд вернется служить уже по контракту. Только в этом году человек 15 у нас устроилось на контракт в Мозырский пограничный отряд. Не только те, которые проходили службу именно здесь, на участке украинской, белорусской границы, но и с западной, и с северо-западной, со всех уголков нашей страны. Не секрет, что многие сейчас будут увольняться у нас в городе Мозырь, поэтому пользуясь случаем, еще хотел бы сказать, что мы уже знаем фамилии тех, которые ребята в Мозырь возвращаются. Уже вышли на 30 родителей, которым предложили, чтобы они поговорили с своими детьми. То есть много положительного. И льготы, и все-таки, как говорится, условия хорошие. Ну и, как говорится, сама служба, она очень такая, значит, элитная и интересная. На гражданку военнослужащих провожают не только почетные гости, но и вышестоящее руководство. Лучше по традиции получают из рук командира благодарности и грамоты. Фото рядом с боевым знаменем и письма с теплыми словами для родителей увезут те, за плечами которых не только обычная армейская рутина, но и большой список послужных достижений. Для них теперь начнется другая, семейная и рабочая служба. Та, которой они посвятят всю свою жизнь. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фитцнер, Телеканал Мозырь.